Экстремальные развлечения в Грузии стали настоящей приманкой для иностранных туристов в стране, подходящей для полетов климата, а также есть горы и море. Однако в прошлом году произошло 4 трагичных случая при полетах на проплане. А после августовской трагедии, когда погибли и спасатели, которые отправились на поиски упавших экстремалов, в стране запретили полеты на аппаратах почти на год. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Грузинские парапланиристы сдают экзамены и получают лицензию. Юлия Тужилкина продолжит тему. Адреналин, полеты, драйв. Грузия славится разнообразием экстремальных видов спорта. Среди них альпинизм, конные туры, рафтинг, прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре или параплане. За каждый вид развлечений отвечает отдельная федерация, которая следит за соблюдением техники безопасности. К примеру, федерация параглайдинга проверяет снаряжение, а также готовит соответствующую документацию и выдает инструкции операторам в команде специалистов, которые занимаются коммерческими полетами. В этом случае у нас остается функция проверки, насколько хорошо и правильно работает оператор на месте, то есть на их стартовой площадке, в том выделенном воздушном пространстве, насколько правильно летают, насколько правильные пилоты летают, насколько проверенные крылья летают без дефектов и изъяну. Сейчас федерация параглайдинга в процессе сертификации пилотов, а далее планирует проверять операторов четыре раза в год. Один из юных видов экстремальных развлечений в стране – зиплайн. Вот этой линии зиплайна на Черепашьем озере в Тбилиси всего пять лет. Она самая протяженная в стране, длиной в 1200 метров. Ежегодно ее проверяет инспекция по охране труда. Да и сами инструкторы весьма тщательно готовят к полетам любителей пощекотать нервы. Время спуска по этому зиплайну – одна-две минуты. Все зависит от веса человека. Людей с маленьким весом в сильный ветер мы не пускаем. Еще человек не должен быть под воздействием алкоголя. У нас есть алкотесты. Не допускаем людей с какими-либо заболеваниями, например, с проблемами сердца. Но и у нас есть автоматический зип-стоп. Инструктор знает, как одеть человека, закрепить, особенно внимательно относимся к детям. И перед каждым спуском мы все тщательно проверяем. Также примерно дважды в год технику безопасности разных видов коммерческих полетов и других экстремальных развлечений проверяют государственные органы, в том числе и агентства гражданской авиации. Юлия Тужилкина, Ашалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси.